Всем добрый день, уважаемые наши слушатели. Мы рады приветствовать вас на бесплатном вебинаре от компании TENSOR, который посвящен маркировке и конкретно маркировке шин. Меня зовут Гребенкина Анна, я руководитель учебного центра компании TENSOR. И сегодня у нас два спикера, один из них представитель СРПТ, чуть-чуть попозже. Ну а с нашей стороны Дмитрий Забабурин. Многие из вас его видели на наших вебинарах. Дмитрий в компании TENSOR занимается всеми проектами, связанными с маркировкой. И поэтому он знает все, что нужно сделать, чтобы нормально начать работать с шинами. Когда у нас маркировка наступает? С 1 ноября. С 1 ноября. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, итак, первая часть у нас от представителя ЦРПТ, это Сергей Григорьев, руководитель товарной группы ШИНы ЦРПТ. Сейчас он выйдет в эфир, попросит слово, ну а мы пока включаем демонстрацию экрана. Повторюсь, меня зовут Сергей Григорьев, я руководитель проекта товарной группы ШИНы компании ЦРПТ. И поговорим мы сегодня о маркировке шин. Я думаю, можно сразу переходить к следующему слайду. Давайте начнем мы с нормативной базы, той, которая у нас есть. Это ряд нормативно-правовых актов, это в основном постановления правительства. Ну, здесь есть такие постановления, как 515 и 577, они касаются у нас в целом системы маркировки. Они регламентируют, как это работает, они регламентируют стоимость, размер платы за оказание услуг по генерации кода и так далее. Ну и главные наши документы, это постановление правительства 1955, которое регламентирует порядок предоставления информации, содержащейся в ГИС. Самый главный документ, это постановление правительства 1958 от 31 декабря 2019 года. Именно оно регламентирует правила маркировки шин на территории Российской Федерации. И вся информация, которую сегодня я буду давать, вы всегда ее можете найти именно в этом документе. Поэтому всегда можно вернуться к нему, как к первоисточнику, и уточнить, если что-то вам непонятно. Один из самых главных моментов, самых частых вопросов в плане, в части этапности введения маркировки шин. У нас это три даты основных. Первая дата это 1 ноября 2020 года. С этого момента у нас все импортеры и производители импортируют и производят шины только в маркированном виде. И, соответственно, те организации оптовой торговли, которые работают с ними напрямую, они подают сведения о приобретении таких шин, а также подают сведения о выводе таких шин из оборота. Также с этой даты становится обязательна передача сведений в ГИС при розничной реализации маркированных шин. Давайте сразу оговорюсь. Часто будет использоваться аббревиатура ГИС. Это означает государственная информационная система, имеется в виду систему маркировки товара, маркировки прослежимости товара. Следующая дата в этапности это 15 декабря 2020 года. С этого момента в стране запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. То есть с этого момента все, что продается, оно должно быть только в маркированном виде. И еще один важный момент для импортеров. До этой даты, до 15 декабря, еще можно будет ввести в немаркированном виде шины, которые были приобретены до 1 ноября. То есть если вы купили шины до 1 ноября, у вас есть об этом подтверждающие документы, например, инвойс, контракт или что-то похожее, то после 1 ноября вы еще можете ввести такие шины в немаркированном виде до 15 декабря. Ну и третья дата в этапности это 1 марта 2021 года. С этого дата мы полностью переходим на оборот только маркированных шин. Все действия всех участников по обороту шин в обязательном порядке передаются в ГИС. И очень важный момент, надеюсь шинники у нас здесь есть среди участников, прямо хочу акцентировать на этом. Обязательно до 1 марта 2021 года необходимо промаркировать ваши товарные остатки и ввести их в оборот. Потому что с 1 марта этот функционал в системе будет закрыт. И, соответственно, ничего сделать с теми шинами, которые не были промаркированы, легально сделать уже будет ничего нельзя. Поэтому это очень важный момент, хочу отдельно на нем акцентировать. Следующий слайд у нас о том, какие шины подлежат обязательной маркировке. Так, и вот он у нас перед нами. Не хочу зачитывать, сейчас тратить ваше время на зачитывание всего списка тех шин, которые подлежат маркировке. Все это приведено, как я говорил, в постановлении правительства 1258, весь этот список. Так, если вы не знаете, подлежат ли обязательно маркировке те шины, которые вы завозите или не подлежат, обратитесь к этому списку и, соответственно, к этому документу, и там вы найдете ответ на этот вопрос. Просто сверьте код, под которым вы импортируете шину, с тем списком кодов, которые приведены в документе. Ну, а простыми словами можно сказать, что подлежат обязательной маркировке шины для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей, для автобусов, для мотоциклов, индустриальная техника, лесохозяйственная техника, сельскохозяйственная техника. И также вошли в маркировку шины так называемые сплошные или полупневматические. Но вот сейчас идет диалог о том, что, возможно, эти шины будут исключены из маркировки. Нужно просто следить за обновлением НПА. Ну и совершенно точно не подлежат маркировке шины для велосипедов, для воздушных судов, для самолетов, по-простому. Не подлежат маркировке камеры, ободные ленты, протекторов взаимозаменяемые. Можно следующий слайд показать. Что касается ответственности, на сегодняшний день это статья 15.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Прописаны штрафы для граждан, для юридических лиц, для должностных лиц в случае несоблюдения правил маркировки товара, который подлежит обязательной маркировке. На этот документ также можно опираться. Далее. Кто является участником оборота? Давайте немножко подробнее остановимся на этом. Какие компании должны регистрироваться в качестве участников оборота, какие нет? Ну, очевидно, что те компании, которые работают с шинами, продают их, а не являются участниками оборота. Соответственно, все эти определения, конечно же, закреплены в постановлении 1958. По простым словам, простым языком, участниками оборота шин являются, конечно же, их производители, конечно же, импортеры шин, оптовики, оптовые компании, розничные компании. И очень важный момент. Не являются участниками оборота компании, которые покупают шины для использования в своих личных нуждах и не являются импортерами. То есть, автопарки, таксопарки, прочие компании, которые покупают шины для установки на свой автопарк и не являются при этом импортерами, они не являются участниками оборота шин, соответственно, не несут никаких обязательств от передачи сведений, не должны регистрироваться в ГИС. В общем, для них все остается по-старому. Они как работали, так и работают. И второй момент. Организации, которые осуществляют почтовые и курьерские услуги по доставке шин, они также не являются участниками оборота товара. Далее, пожалуйста. Этапы маркировки. Наверное, не стоит сейчас также очень в деталях рассматривать функционирование всей системы. Я просто дам общее понимание, как это работает, в принципе. И, соответственно, если какие-то возникнут вопросы, далее вы всегда можете обратиться и к Тензору, и к СБИСу, и к ЦРПТ. Соответственно, смотрим сейчас на средний ряд, желтые прямоугольники. То есть, у нас общая концепция, она выглядит так. Товар, который подлежит маркировке, он вначале описывается в системе. То есть, грубо говоря, на артикул шины заводится карточка товара, в которой описываются все свойства этой шины, описывается ее посадочный диаметр, высота, серия, индекс скорости, индекс нагрузки и так далее. В общем, вся информация, которая связана с этой шиной. После того, как карточка заведена, заводится на участникам оборота самостоятельно, она отправляется на модерацию ЦРПТ. После того, как она прошла модерацию, на эту карточку можно выпускать коды и вводить их в оборот. Соответственно, после того, как вы описали свою шину, вы производите эмиссию кодов. На каждую единицу шины выпускается свой уникальный код. После того, как коды эмитированы, выпущены, они вводятся в оборот. Ну и далее начинается прослеживаемость, то есть движение шины по цепочке от одного участника оборота к другому, от производителя к оптовику, от оптовика к розничнику и так далее. Ну и, собственно, вся эта цепочка, она отслеживается. Каждый участник оборота, получив шину, он сканирует с нее код, передает информацию об этом в ГИС. И ГИС двигает этот код от одного ИНН к другому. То есть так происходит прослеживаемость. Ну и после того, как шина пришла в точку, где она будет продана конечному потребителю, она выводится из оборота, код сканируется последний раз, в последний раз передается в ГИС, и, собственно, на этом прослеживаемость шины заканчивается. Можно следующий слайд показать. Несколько слов о том, как получить и нанести коды. Ну, сначала пару слов, собственно, о коде. Код маркировки – это, в принципе, цепочка символов. Она разной длины для разных товарных групп. В нашем случае, в случае шины, это 75 символов, если не учитывать служебные символы. Это могут быть и цифры, и буквы, и символы, такие как скобки, апострофы, кавычки и так далее. Важно очень не путать код идентификации и код маркировки. Потому что код маркировки – это вся цепочка символов уникальная, а код идентификации – это ее часть. При этом код маркировки состоит из двух больших частей. Это код идентификации и крипто-часть. Крипто-часть, она, естественно, генерируется, как и сам код на стороне оператора. Она также уникальна, и ее цель, ее назначение – это обеспечить защиту от взлома и от подделки кода маркировки. Код идентификации состоит, в свою очередь, из кода товара и серийного номера. Код товара – это международная система GS1, так называемая. Она присваивает коды… Нет, Дмитрий, можно, наверное, еще на предыдущем слайде остаться. Про коды маркировки у меня почему-то перешло на следующий. Так вот, код товара – это так называемый GTIN или EAN. Он присваивается международной организации GS1. На этапе создания карточки товара он автоматически вам будет выдан, если вы произвели регистрацию в ГИС правильной и оформили членство в GS1. И, соответственно, он будет вставляться во все коды маркировки тех ШИМ, которые вы маркируете. Ну и вторая часть кода идентификации – это серийный номер. Серийный номер должен быть уникален. Вы можете выдавать его либо сами, либо поставить галочку, соответствующую в ГИС в личном кабинете, и система сама выдаст вам серийный номер, который будет гарантированно уникален на протяжении как минимум 5 лет. То есть вот в двух словах о том, что такое код маркировки. Дальше, пожалуйста. Запрос и получение кодов. Ну, в целом он выглядит вот так. То есть стоимость у нас услуги по генерации кода на стороне оператора, на стороне ГИС – это 50 копеек без НДС. Закреплено это в постановлении соответствующем. Ну и у нас участник оборота, владелец ШИМ, запрашивает коды маркировки в системе, получает их, распечатывает, вводит в оборот, наносит на шины и отправляет шины в товаропроводящую цепь. Срок жизни кода после того, как его забрали из системы, ввели в оборот, его нет, он бессрочен. То есть шину вы можете продавать и 10 лет, и 20, все это время она будет оставаться в обороте. Далее, основное средство идентификации – это этикетка. Этикетка может быть нанесена на любую часть шины, это не регламентируется. На экране у вас сейчас показано, как ее можно нанести и на протектор, и на боковину, и на внутреннюю часть шины. Перспективный способ сейчас тестируется многими производителями, когда этикетка наносит еще до вулканизации на шину, и, соответственно, после того, как она проходит этап вулканизации на заводе, она настолько надежно сцепляется с шиной, что ее можно только срезать ножом или инструментом. Ну и, соответственно, не запрещено использовать два одинаковых кода на одной этикетке. Это сильно увеличивает выживаемость кода в товаропроводящей цепи. Если этикетка ваша замялась, затерлась и так далее, то есть с одного края код не читается, можно его считать с другого края, и, соответственно, это сильно увеличивает выживаемость маркировки шин. Далее, пожалуйста. Как зарегистрироваться в системе? Честный знак. Регистрация делается в личном кабинете участника оборота шин. Ссылочка в правом верхнем углу слайда, маркировка .crpt.ru. Заявка на регистрацию оформляется при помощи электронной цифровой подписи. Очень важный момент. Эта подпись должна быть в виду усильная, квалифицированная электронная цифровая подпись. И, во-вторых, она должна быть оформлена в терминах постановления единоличный исполнительный орган организации, а по-простому это чаще всего либо директор, либо генеральный директор. Далее, подача заявки. Ну вот она здесь у вас на этом слайде. Заявка подается у нас в окне по нажатию на кнопочку «Зарегистрироваться». Система проверяет работоспособность вашего компьютера в части работы с электронной подписью. Далее вы отправляете заявку, получаете уведомление на свой электронный адрес. И на этом заявка оформлена. Далее. После того, как заявка была сделана, вы зарегистрировались. Уведомление об этом также будет вам отправлено на электронную почту. Вы попадаете в свой личный кабинет. Интерфейс выглядит примерно вот так. Есть три основных компонента, с которыми вы будете работать в системе. Первый – это каталог. Это то место, где вы описываете свои шины, заводите на них карточки товара. Второе место – это станция управления заказами. Там вы имитируете коды на описанные шины. И третий компонент – это маркировка товаров. Там происходит отгрузка, приемка шин и прочие действия по обороту с шинами. Далее, пожалуйста. Конечно же, новой информации много, поэтому обязательно в личном кабинете есть инструкции. Полный перечень инструкций можно получить, нажав на букву И, латинскую, в правом верхнем углу. Далее. Переходим к основным действиям. Что вам предстоит делать уже более детально в системе маркировки? Понятно, что прослеживаемость движения товара состоит из трех основных частей. Это ввод в оборот, оборот и вывоз из оборота. Можно далее перейти. Ввод товара в оборот. У нас есть разные случаи ввода товара в оборот. Все они описаны в постановлении. Это, конечно же, и производство новых товаров на территории страны. Это, конечно же, ввоз с территории ЕАЭС и с территории других стран, с дальнего зарубежья. Это, конечно же, прием шин на комиссию от физических лиц, когда вы принимаете шин для того, чтобы продавать их как участник оборота. Это возврат шин от покупателя, когда шины возвращаются в соответствии с законом о защите прав потребителя. И код на них утрачен. Соответственно, вы вводите их заново в оборот. Ну и маркировка остатков, которые обязательно нужно сделать до 1 марта и ввести шины в оборот. Это все тоже случай ввода шин в оборот. Далее, прослеживаемость движения товаров в целевой нашей модели обеспечивается при помощи электронного документа оборота. Те компании, которые с ним работают сегодня, я думаю, что никаких больших изменений они не увидят. Единственное нововведение. Теперь в те документы УПД, универсальные передаточные документы, которые вы оформляли ранее, теперь в них также будут заноситься коды идентификации передаваемых шин. Собственно, здесь после этого вы подписываете УПД со своей стороны, направляете покупателю, он подписывает со своей стороны. И после этого оператор ЭДО автоматически передаст коды из документа в ГИС. И ГИС, соответственно, сделает соответствующее действие, передвинет коды с ИНН-продавца на ИНН-покупателя. Далее, после того, как шина дошла до конечной своей точки в цепочке продаж, она выводится из оборота. Вывод из оборота, он может быть, ну, собственно, не только при продажах. У нас экспорт также является выводом из оборота. У нас продажа шин в розницу с использованием кассы, это вывод из оборота. Продажа юрлицу, которая поставит эти шины на свой транспорт, это тоже вывод из оборота. Ну и так далее. То есть у нас есть и случаи утери, порчи, кражи шин, они также выводятся из оборота. Ну и продажа по образцам или по простому интернет-торговле, это тоже вывод из оборота. Самый простой способ, просто для понимания, как это выглядит, вывод из оборота в магазине. То есть шина продается в розничном магазине покупателю, и в этом случае у нас сканируется код каждой шины, он автоматически передается в кассу. Мы предполагаем, что касса у вас адаптирована, перепрошита для работы с маркировкой. Ну и касса автоматически помещает этот код в чек, в ТЭК 1162, и дальше этот чек уходит оператору фискальных данных. Оператор фискальных данных код передает в ГИС, ГИС выводит этот код из оборота. Понятно, что информации много, повторюсь, информация новая, поэтому вся информационная поддержка, конечно же, и у партнеров ЦРПТ, и на самом сайте, честныйзнак.рф, разделе маркировка шин, исчерпывающий перечень инструкций по работе с системой у нас здесь. Ну и вот на следующем слайде показаны другие способы получения консультации. Всегда можно задать вопрос и по электронному адресу, и по горячей линии. На этом моя часть закончена. Да, спасибо огромное нашему спикеру, Сергей. Я думаю, что мы можем с вами попрощаться, отправить вас в чат и на блок вопроса отвечать на наши вопросы. Информация исчерпывающая. Все, увидимся уже в офлайне. Всего доброго. Спасибо, Сергей. Ну что ж, очень много у нас информации. Спасибо большое нашему спикеру. Мы узнали основы работы системы маркировки. Ну а теперь поговорим о практике. Что именно нужно делать нашим слушателям и как это все работает. Сейчас мы снова включим демонстрацию экрана, включим другую презентацию. Но перед этим, пожалуйста, зайдите в наши опросы. Вижу, что вы в них поучаствовали. Мы будем очень вам благодарны, если вы проголосуете, скажете, вы опт или розница. Чтобы мы понимали, насколько вам эта информация будет полезна. Хотя мы, в принципе, сейчас будем говорить и о том, и о другом. Так, и на всякий случай, чтобы мы тоже понимали, насколько должна быть подробная информация. Есть вопрос, у нас зарегистрированы ли вы уже на честном знаке. Отметьте это. Если не зарегистрированы, сейчас вы знаете, почему это совершенно необходимо. Ну а мы идем дальше. Включили демонстрацию экрана. Теперь уже наша часть. И, Дмитрий, тебе слово. Да, как отметил уже Сергей, очень важной составляющей в процессе передачи товара от производителя до оптового покупателя и, соответственно, до розничного покупателя является электронный документооборот. Именно о нем сейчас мы поговорим с практической точки зрения. И я предлагаю в первую очередь посмотреть короткий видеоролик. Как Сергей уже отметил, это основная возможность передачи товара между участниками оборота. УПД оформляется с двух сторон. В нем содержатся коды маркировки. И когда оба участника подписали электронный документ подписами, квалифицированными усиленными электронными подписями, оператор ЭДО отправляет этот документ в систему «Честный знак». На видеоролике вы увидите несколько кейсов работы с документами. В случае, если у вас нет компьютера на складе и вообще может быть склад на улице. В случае, если у вас на складе есть компьютер и доступ в интернет. Но также мы затронем вопросы интеграции с учетными системами. Вот мы в вопросах уже видели, что у некоторых участников используется 1С. Вы наглядно увидите, как использовать электронные документы в интерфейсе СБИС интегрируется 1С. И наоборот, в интерфейсе 1С интегрировано со СБИС. Сейчас буквально несколько секунд мы запустим демонстрацию этого видеоролика. Выполнить приемку маркированных шин по электронным УПД в СБИС легко. Даже если у вас холодный склад, нет компьютера и постоянного доступа в интернет, используйте терминал сбора данных на Android. или простой смартфон. В СБИС вы легко найдете входящий УПД, например, по номеру ТТН. Чтобы защитить себя от ошибок, убедитесь, что коды маркировки, нанесенные на товары, действительно содержатся в документе. Просто отсканируйте их. Если вы отсканируете код, которого нет в документе, СБИС предупредит вас об этом. После завершения проверки просто подпишите электронную УПД в СБИС или отклоните, если были выявлены расхождения. При этом подписание произойдет удаленно на компьютере бухгалтера или руководителя. Завершив работу по документу, происходит автоматическая синхронизация, когда появится доступ в интернет. Рассмотрим следующий вариант приемки. У вас теплый склад и есть компьютер. Удобно использовать СБИС и беспроводной сканер. Буквально за пару кликов откройте входящий УПД в СБИС. Найти его можно по номеру ТТН или используя другие фильтры. Проверив электронную накладную, просто начните сканировать коды. СБИС сам подтвердит их в документе, а наглядный счетчик кодов маркировки подскажет, когда сканирование завершено. Если вы отсканируете код, которого нет в документе, СБИС также предупредит вас об этом. Обратите внимание, что в СБИС вы можете не только наглядно проверить коды, но и вывести их из оборота, если не планируете дальнейшую продажу данной партии товара. Чтобы коды были отправлены в честный знак, подпишите документ за один клик или отклоните, если были выявлены расхождения. Если электронная подпись находится у руководителя, отправьте документ ему на подписание. Если вы ведете учет в 1С, отправить документы из СБИС в вашу систему так же просто. Приобретение и счет фактура будут созданы автоматически. Вам останется лишь проверить их в своей системе и выполнить проводки. Рассмотрим другой вариант работы. Если на вашем складе уже установлено 1С, работать со СБИС не менее просто. Используя внешнюю обработку, вы наглядно увидите электронные документы прямо в интерфейсе 1С. Легко откроете и загрузите входящий УПД всего за несколько кликов. Номенклатура будет сопоставлена автоматически. Чтобы проверить коды маркировки, воспользуйтесь штатными средствами 1С в документе приобретения на форме проверки. Когда все коды будут проверены, просто подпишите электронный документ за один клик. Ну что ж, мы посмотрели, как приобретать, как принимать товары. Это мы все посмотрели. Собственно, можно теперь продавать. Мы сейчас увидели, как проходит приемка. Это одинаковый процесс для розничного покупателя и для оптового. Далее я предлагаю посмотреть еще пару видеороликов. Посмотрим сначала видеоролик о том, как происходит оптовая отгрузка. Также будет участие склада без интернета, либо склад с компьютером и интернетом, использованием сканера. И также затронем вопросы интеграции с 1С. Короткий видеоролик. Ну что ж, поехали смотреть, как происходит отгрузка. Отгружать шины через электронный документ оборот СБИС удобно и просто. Буквально за несколько кликов создайте реализацию СБИС, и укажите товары для отгрузки. Либо легко загрузите в СБИС документ из вашей 1С, просто выбрав его из списка. Чтобы внести в УПД коды, просто начните сканировать их. СБИС сам сопоставит товары с каталогом, а наглядный индикатор напротив каждой позиции подскажет, когда сканирование пора завершить. Если вы отсканируете код маркировки дважды, СБИС предупредит вас об этом. Чтобы вывести коды из оборота, например, для собственных нужд покупателя или при дистанционной торговле, нужно всего лишь еще два клика. Затем документ можно отправить. Если в месте отгрузки нет компьютера, удобно сканировать коды в СБИС терминалом сбора данных на Android или обычным смартфоном, камерой или сканером, подключенным по Bluetooth. Просто откройте нужную реализацию и начните сканировать коды. СБИС сам добавит их в документ и покажет наглядно на каждой позиции. Если вы отсканировали код дважды, СБИС также предупредит вас об этом. Когда документ готов, отправьте его контрагенту за один клик. Через СБИС удобно работать и в 1С. Используя штатные средства, создайте реализацию и наполните кодами. Когда документ готов, вы легко увидите и отправите его через внешнюю обработку СБИС. При этом, СБИС автоматически перенес в документ все коды, указанные в 1С. Вы можете наглядно увидеть это в личном кабинете СБИС. Также, СБИС удобен для наполнения кодами реализаций из 1С, подготовленных без кодов. Документ нужно просто отправить, а затем отсканировать коды на товарах в веб-интерфейсе СБИС или в мобильном приложении. За один клик подпишите и отправьте документ контрагенту. Спасибо за внимание! Удачных продаж! Так, это у нас первый ролик, он про отгрузку. И сразу же... Следующий ролик можно тоже сейчас посмотреть сразу, чтобы завершить. Про розничную продажу. Он будет про розничную продажу, причем это сценарий работы именно для шинной отрасли, специфичной. Потому что оплата происходит в одном месте, а товар физически выдается, например, на складе или сразу отдается на шиномонтаж. Ну что ж, розничные продажи как вам происходят, например, СБИСа, смотрим. Продавайте маркированные шины со СБИС удобно и просто. Когда принимаете оплату от покупателя, просто создайте документ продажи, укажите наименование товара и количество. Подготовьте для покупателя чек предоплаты на полную сумму. С ним он отправится на склад для получения товара. Если на вашем складе стабильный интернет и есть компьютер, подключите к нему беспроводной сканер и фискальный регистратор. Выбрав документ продажи, просто отсканируйте в него коды маркировки, а затем сформируйте завершающий чек полной оплаты. Вот и все. Чек оформлен, отправлен в ФНС и честный знак. Кроме того, чтобы сканировать коды на складе в документ продажи, вы можете использовать мобильный терминал сбора данных или собственный смартфон. выбрав документ продажи, отсканируйте в него коды и закройте. Когда появится интернет, данные синхронизируются автоматически, теперь вы можете оформить завершающий чек. Спасибо за внимание. Удачных продаж! Где-то рядом с кассой, то все происходит как обычно. То есть сразу же пробивается чек. Да, это происходит как обычно. Если у вас шины прямо в торговом зале, то к кассе можно подключить беспроводной сканер и в момент продажи, если, например, нет очередей, когда клиент выбрал определенные шины, к ним можно подойти и отсканировать с них коды. То есть как обычно. Тогда они, как и при продаже, например, обувной продукции и других маркированных товаров, сразу будут добавлены в чек. Не нужно будет вот второй, второго этапа со сканированием на складе. Все произойдет сразу. Понятно. Ну что ж, мы посмотрели такие вот самые базовые операции. А какие-то еще сведения нужно передавать в честный знак? Или вот все? Вообще в систему честный знак еще нужно передавать сведения о списании товаров, если произошла утеря или порча. также производить перемаркировку товара. Вот Сергей эти вопросы уже затрагивал сегодня в своем выступлении. Ну, не будем на них детально останавливаться, потому что это точечные ситуации. Хочется просто отметить, что в СБИС данный функционал реализован, и большинство функций уже доступны. Как, например, мы видели отправку сведений в систему о дистанционной торговле через интернет-магазин, или, например, для собственных нужд покупателя, если ваш покупатель не является участником оборота. Например, так, сапарк или другая компания. Все эти функции уже есть в СБИС. Да, и обратите внимание, у вас немножко разные способы работы в зависимости от того, какая учетная система. Можно работать в 1С, можно полностью работать в СБИС, есть ситуация, когда у вас холодный склад, есть ситуация, когда у вас там стоит компьютер или сканер. Бывает, что нету этого компьютера на этом складе. И как раз-таки этому посвящена часть наших опросов. Зайдите в них и, пожалуйста, проголосуйте, есть ли у вас компьютер на складе, есть ли у вас интернет на складе, потому что от этого зависит то решение, которое вы должны выбрать. Здесь даже дело не в том, там, с БИС или не с БИС, а дело в том, банально, вы будете использовать сканер или ТСД, или, например, смартфон. Проголосуйте, пожалуйста, нам, для нас это очень важно, а вам это, возможно, поможет как-то для себя картинку состыковать. Ну и, наконец, как все работает, мы поняли, да, а теперь давайте поговорим. Ну вот, есть у нас все равно люди, которые еще не зарегистрированы, даже в честном знаке. Итак, вот у нас розничный магазин. Что нужно сделать, чтобы 1 ноября все было хорошо. Чтобы все было хорошо, нужно основательно к этому подготовиться. И начать с того, что выбрать себе, так скажем, партнера, который поможет и приведет за руку по всем этапам подготовки. Прежде чем начать сказать о нашем решении под ключ в подготовке к маркировке, я хочу напомнить о нашей компании для тех участников, кто пришел извне, да, например, с сайта честного знака. Компания Тензор это федеральная IT-компания, разработчик системы СБИС и у нас более 10 центров разработки в разных городах России, во всех регионах, потому что талантливые программисты есть везде и их мы всех объединили. Всего в компании более 6 тысяч сотрудников и почти полторы тысячи сторонних организаций являются нашими партнерами. То есть они тоже распространяют решения СБИС для своих клиентов. И клиентов в нашей компании сейчас уже более трех с половиной миллионов. Хочется отметить, почему? Потому что СБИС это уникальное, единственное в России программное обеспечение, объединяющее в себе все участки учета товаров и бухгалтерский, налоговый, складской учет, и отчетность госорганов, и удобную работу с маркировкой прямо на документах. Ну и говоря о том, какое решение под ключ мы предоставляем участникам оборота для внедрения маркировки, стоит отметить, что Тензор также является удостоверяющим центром, и мы начнем с того, что быстро выпустим для вас электронную подкульность. А если их нужно несколько, то, соответственно, в нужном количестве. Затем вы сейчас видите перед собой на слайде, так скажем, чек-лист того, что необходимо сделать к первому ноября, да, некоторые вещи это первого марта, но тем не менее. Начнем с того, что необходимо зарегистрироваться на сайте Честного Знака. Сергей об этом говорил, вы видели на картинке, что необходимо проверить свое рабочее место, установить СКЗИ, средства криптозащиты, драйвера и сертификаты, корневые сертификаты удостоверяющих центров. С нашей услугой вы сможете это сделать быстро и без ошибок. Уже тысячи компаний к нам обратились, мы их зарегистрировали, они теперь успешно ведут свою работу на Честном Знаке или в СБИС. Да, можно сделать самостоятельно, но если у вас есть вопросы, приходите к нам, мы вам поможем, сделаем это за вас. Соответственно, следующим шагом, после того, как вы прошли регистрацию, необходимо озаботиться о маркировке остатков. Сергей обозначил, что до 15 декабря нужно промаркировать остатки, которые были ввезены. С 15 декабря запрещается оборот немаркированных товаров. То есть, если вы сейчас имеете товарные остатки, которые после 15 декабря до 1 марта планируете продавать, то их обязательно нужно промаркировать. И озаботьтесь этим уже сейчас. В случае, если они будут просто лежать на складе, то можно маркировать и до 1 марта. Здорово. А что нужно, чтобы вообще обратиться в Tensor за эту сумму? Это как-то сложно? Мы предлагаем маркировку остатков под ключ. От вас потребуется лишь заполнить простой Excel-файл, в котором указать модели ваших шин и количество у вас на остатках. Всю работу на сайте честного знака мы сделаем за вас. Вам распечатаем этикетки, готовые этикетки, которые вы заберете в виде готовых рулонов у нас в ВОФе, товары уже будут в виде в обороте. Замечательно. Этикетки не отвалятся? Мы используем специальные расходные материалы и протестировали уже более тысячи этикеток. Наши клиенты довольны и отзываются только положительно. Здесь, конечно же, важно отметить, что перед нанесением этикетки на шины, что, наверное, логично, поверхность для нанесения необходимо сначала очистить и обезжирить. В принципе, этикетки устойчиво держатся и надежные от повреждений. Отлично. Зарегистрировались, остатки промаркировали. Что дальше нужно сделать? Дальше уже непосредственно начинается работа, а чтобы работу эту начать, нужно приобрести сканирующее оборудование. И здесь, опять-таки, обращаем внимание на то, какой у вас склад, где вы осуществляете приемку и, возможно, отгрузку. Если это теплый склад и у вас есть компьютер, то самый бюджетный вариант это использование беспроводного сканера, чтобы подходить к шинам, а не таскать их на компьютерах. Всего 6900 за простой сканер штрих-кодов. Если все-таки этот вариант не подходит, будь то теплый склад или холодный, то самое удобное использовать терминалы сбора данных. Отмечу, что терминал сбора данных в нашем случае используется на системе Android и в нем для работы с кодами используется мобильное приложение с бизнес-кладом. И, как вы видели на видеороликах, что данное приложение вполне можно использовать и на простых смартфонах и считывать коды камеры. Как нам, от чего вообще зависит, мне вот обязательно нужен ТСД или смартфон? У всех смартфонов есть на Android. Ну, это зависит от объема товара оборота. Если шин много, то при сканировании камеры и телефона придется немножко прицеливаться. Несмотря на то, что это происходит быстро, у нас, например, есть клиенты из табачной отрасли, которые блоки сигарет на своих больших складах сканируют с помощью смартфонов. И вполне ресурсы смартфона справляются. Но чтобы автоматизировать работу и сделать ее еще более быстрой, удобнее использовать терминал сбора данных, потому что в нем камера, равная камере скамера штрих-кодов. Она находится прямо на торцевой части терминала. Понятно. Ну что ж, здесь выбирайте сами, что вам ближе. Либо для приемки используют смартфоны с нашим приложением, либо ТСД, либо беспроводный сканер. Ну а кроме этого оборудования что-то еще нужно, кроме сканера или ТСД? Да, еще необходимо онлайн-кассу. Как отметил Сергей, вывод из оборота происходит именно при продаже через кассу. Наверное, у всех она есть, и все подключены к ОФД, но кассу нужно будет обновить. Как Сергей сказал уже, обновить прошивку на кассе. Наши сервисные центры, центры Тензор размещены во всех регионах России, и инженеры, наши инженеры квалифицированно сделают это безлибо для вас в самые короткие сроки. И важно отметить, что касса, она лишь получает код маркировки для записи в чек. А перед этим в кассу чек, код маркировки передается от кассового программного обеспечения. Поэтому обратите внимание, если у вас сейчас используется кассовая программа, которая не поддерживает работу с маркировкой, или у вас просто автономная касса, на которой необходимо забивать каталог товаров и подключать маркировку, это очень муторное занятие, то есть это долго и трудозатратно. Удобно использовать готовое решение с БИС касса. Это кассовое программное обеспечение в едином интерфейсе с электронным документооборотом и всеми остальными функциями. Мы подключим ее к оборудованию, которое уже у вас есть, и научим с этим работать. Я правильно понимаю, что всем, у кого есть касса, нужно к своему сервисному центру, к своему световушку обратиться и спросить просто, проверить нашу кассу, умеет ли она работать с маркировкой, чтобы не заморачиваться, в тексте. Проверить это несложно, не обязательно обращаться в свое СТО, чтобы проверить версию прошивки. У нас на сайте спис выложены инструкции, как вы пошагово, распечатав простой чек на вашей кассе, увидите версию прошивки, сверите ее по таблице, подходит он для маркировки или нет, и, соответственно, если требуется обновление прошивки, можете обратиться в Тензор для обновления. Если трудно проверить самостоятельно по инструкции, что-то не получается, номера техподдержки, можете звонить, мы поможем это сделать. Обращайтесь, мы вам в любом случае поможем. Ну что ж, супер, мы все купили, подключили, остатки промаркировали, теперь можно приступать к работе? Да, да, теперь можно уже начинать работу, так как вы видели сегодня на видеороликах, происходит работа с кодом маркировки в СБИС, и отдельно хочется отметить, что вы можете гарантированно защитить себя от ошибок, а как следствие от проверок Роспотребнадзором и другими госорганами, если воспользуетесь нашей услугой обучения, работе с маркировкой под ключ, буквально за один час, все, что было на видеороликах, мы расскажем вашим сотрудникам, научим, объясним и даже ответим на вопросы в деталях. Да, а в роликах мы еще показывали про работу в 1С, кстати, отметьте, поставьте нам, проголосуйте, если вы работаете в системе 1С, мы этому тоже научим? Да, и работа с 1С нам доступна, с БИС интегрирован с этой системой, и сейчас, кстати, до конца октября действует акция, при приобретении услуги по установке и настройке внешней обработки с БИС, которую вы видели на видеороликах, в которую входит также и обучение, при приобретении кемпировки эта услуга всего за полцены. Ну, мы начали говорить о ценах, да, очень хотелось бы нам, чтобы для вас все это было бесплатно, но любая автоматизация, любой переход на новый уровень автоматизации, это, конечно, определенные затраты, и давайте поговорим о цифрах, сколько будет стоить наше решение для опта и для розницы. Ну да, можно разделить наших уважаемых слушателей на оптовый и розничный бизнес, и для того, чтобы, скажем, по ценам рассказать, что необходимо, начнем с оптовых компаний. Для того, чтобы работать с документами, содержащими коды маркировки, чтобы работать с кодами, нужна всего лишь лицензия с БИС маркировкой, она стоит всего полторы тысячи рублей. При этом, при приобретении этой лицензии, опять-таки, по акции до конца октября, лицензия на электронный документооборот по скидочной цене 990 рублей. Лицензия необходима для того, чтобы самостоятельно отправлять УПД своим покупателям оптовым и вести продажи. Дополнительно, есть услуги по обучению работе с маркировкой в СБИС и обучению работе во внешней обработке 1С. Это те два слайда, которые мы только что показывали предыдущие. И теперь перейдем к тому, что необходимо для розничного участника. Лицензия также для приемки товара, лицензия с БИС маркировка, а для ведения розничных продаж обновления прошивки на кассе вместе с самой прошивкой по 2 тысяч рублей, а кассовое программное обеспечение при необходимости СБИС касса всего 2,5 тысячи. Те же услуги, что и для оптового участника, это обучение работе с маркировкой в СБИС, либо, а может быть и вместе, интеграция с типовой конфигурацией 1С за полцены при приобретении маркировки. Так, я просто хотела еще сказать, что электронный документооборот здесь не нужен. Да, рознице он не нужен в том случае, если не будет исходящих электронных документов, будут только входящие, они, соответственно, бесплатные, и их можете принимать уже сейчас. Да, потому что получение документов в СБИС бесплатно, и мне кажется, это достаточно приятно. Да, и дополнительные услуги. Мы с вами в начале нашей презентации отметили, что можем промаркировать остатки под ключ и зарегистрировать на честном знаке. Цены вы тоже сейчас видите на экране. Отмечу, что маркировка остатков под ключ включает в себя два этапа. Их можно купить вместе, а можно по отдельности. То есть, работу на сайте честного знака можно купить отдельно, а печать этикеток отдельно. Если вы готовы сами выполнить всю работу на сайте честного знака, то только печать этикеток можете заказать. Ну, и для того, чтобы это все стало вам доступно, обращайтесь прямо сейчас по номеру горячей линии, которую вы видите на экране, оставляйте заявки на нашем сайте sbis.ru. У нас есть специальный раздел маркировка товаров, в нем есть подраздел шины, там детально написана вся информация, есть ссылки, чтобы оставить заявки. Спасибо большое, Дмитрий. давай посмотрим, какие вопросы возникли у наших слушателей. Их наверняка много. Во-первых, в контексте опроса, я очень-очень вам всем благодарна, многие поучаствовали, молодцы, но в принципе да, ожидаемо, что у большинства 1С, то есть здесь мы совершенно спокойно синтегрируемся с вами, либо подумайте в контексте единая экосистема, тоже перейти на sbis будет очень просто. Так, ну и в контексте вопросов целых 42 вопроса и мы начнем сверху. Огромное спасибо нашему технологу Соловьеву Алексею, который помогает нам сейчас в прямом эфире отвечать на эти вопросы. Вижу так, 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 от истории Дениса, как нам поступать с немаркированными шинами на складских остатках, если мы являемся прослойкой между прямым поставщиком и покупателем. Денис, вам Соловьев Алексей ответил, если этого ответа достаточно, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы мы убедились, что можно дальше не комментировать. очень много отвеченных вопросов. Алексей. И спасибо огромное нашим слушателям, которые информируют о том, что им достаточно, достаточно ответа, новожилого надежда. Спасибо, что вы прочитали ответ, который вам дали. На волне благодарности Сергею огромное спасибо не только за вебинаре, но и за ответы на вопросы. Вот мы видим, какой алгоритм работы задал вопрос Александр Шамаров. Сергей, спасибо за ответ. Так, заходите, заходите в ответы на вопросы, сигнализируйте нам о том, что вам этого достаточно. От Тюрина Ирины, кстати, неотвеченный вопрос, посмотрим. Давайте посмотрим. хочу ввести шины на диски запчастью, а потом разукомплектовать как шину и диск и продать по отдельности. УПД после 1 ноября как мне промаркировать шины. В данном случае, я полагаю, все-таки на данный вопрос более детально ответят наши технологи, потому что это такой технический нюанс. И отмечу, что после того, как вы шину с диска сняли, вот после этого вам удобнее будет промаркировать эту шину как товарные остатки. Так как остатки маркируются по 15 декабря, вы сможете это сделать. Это будет для вас более удобный вариант, в том числе и по описанию товара. Не нужно будет описывать по полному атрибутивному составу. Ирина, ждите рассылку, ждите, когда мы опубликуем отдельную новость с ответами на вопросы, мы обязательно поразбираемся, возможно, свяжемся с вами отдельно, чтобы уточнить какие-то технические моменты. Так, сейчас смотрю еще не отвеченные вопросы, но практически все ответили. Очень классно. Да, хочу прокомментировать комментарии Лосева, Сергея, не подготовились, но, Сергей, честно, мы готовились, но иногда возникает неожиданность. Техническая заминка, назовем это так. Да. Спасибо, что остались все с нами и досмотрели до конца, очень классно. Семкин Максим задает вопрос, что при генерации кодов импортерам и передаче этих данных операторам были несоответствия и таможня не видела номера, декларируемые импортером и устранили ли эту проблему. Мы запросим информацию от оператора маркировки ЦРПТ, проработан ли данный вопрос. Отмечу, что в СБИС есть функционал для производителей и импортеров по заказу кодов маркировки и по вводу их в оборот. Соответственно, в случае, когда выявлены какие-либо несоответствия, это точечная ситуация, которую нужно индивидуально обсуждать. И опишите, пожалуйста, в вашем вопросе может быть еще и пример ситуации, чтобы мы, обращаясь к своему партнеру, оператору ЦРПТ, смогли вопрос еще и детализировать до уровня, что была конкретная ситуация. Ну что ж, вопросов очень много, мы немножечко выбились из нашего тайминга, очень оптимистичного, поэтому все ответы на вопросы еще раз повторюсь, мы сконсолидируем, соберем в одном файле и выложим. Все наши клиенты СБИСа увидят новость в своих личных кабинетах. если вы зарегистрировались СБИС только на вебинары, то вы, скорее всего, то есть мы эту новость публикуем, скорее всего, просто на вас не дойдет уведомление, но вы точно можете сделать одну вещь, вы можете подписаться на наш канал на YouTube, куда мы выкладываем все наши вебинары. Нам, в общем-то, не жалко. В чат я вам сейчас кидаю ссылку на этот канал. Подписывайтесь, как только мы соберемся ответы на вопросы, смонтируем видео в хорошем качестве и вырежем оттуда неудачный момент с воспроизводственной линией роликов. Мы это опубликуем, посмотрите и почитайте ответы на ваши вопросы. Спасибо вам огромное. Анна, извини, вот тут Павел Файзулин пишет про вопрос про БТД, на который нужно ответить. Я видел этот вопрос, когда ты сейчас листал его, да, и на самом деле он довольно емкий и ответ на него не будет быстрым. Хочу просто пояснить, что до введения маркировки не было сложной привязки между декларацией на товары и дальнейшим указанием в УПД номеров этих деклараций. Сейчас в введении маркировки происходит связка при отгрузке каких-то шин нужно указывать номера деклараций, по которым проходила когда-то приемка этих товаров. Хочется отметить, что сейчас этого контроля не происходит и по сути вам необходимо самостоятельно выработать концепцию, как вам по кодам маркировки подтягивать те номера деклараций, по которым вы их принимали. Я думаю, мы этот вопрос детально оставим технологам. Павел, не отключайтесь, просматривайте ответ на вопрос, вы обязательно его получите. Ответим несколько больше. Мне кажется, что Павел наш клиент. Я надеюсь, что мы контактные данные найдем, либо не хочется, чтобы здесь какие-то ваши персональные данные оставляли, но я вижу, что вы зарегистрированы у нас как организация, поэтому просматривайте сообщения в СБИСе, мы вам отдельно именно сообщения в СБИСе сообщим про этот вопрос или попросим связаться с нами, чтобы как-то еще это уточнить. Но мы вас так не оставим. Я думаю, на этом все. Спасибо вам огромное. Ждите новые вебинары от компании TENSOR. Всего доброго. Спасибо. До свидания. субтитры Продолжение следует...